Я ненавижу людей без глушителей, ребята. Они, наверное, меня тоже не очень любят. Привет, я Мороз. Сегодня я хочу поговорить с вами о том, что откровенно портит ваши фотографии. Вы! Вы их портите! В последнее время я начала активнее погружаться в российское фотокомьюнити, которое включает в себя в том числе определенные сайты и определенные паблики, где начинающие не очень авторы постят свои работы. И, конечно, везде есть очень крутые ребята, которые делают хорошие съемки и по качеству картинки, и по качеству идеи. Не всегда это правда уживается в одном авторе. И ты просто смотришь и оргазмируешь глазами. Но в какой-то момент я поймала себя на том, что периодически я впадаю в состояние недоумения. Это не испанский стыд и нежелание пробить себе лоб рукой. Это искреннее удивление по типу «Что ты делаешь? Зачем ты это делаешь? Что тобой движет?» Это примерно как увидеть, как на кроссовый мотоцикл, вот прямо посередине, на крыло, кто-то пытается приклеить огромного плюшевого зайца. И это не вызывает у тебя никакого негатива, но вызывает желание разобраться. Разобраться мне, правда, не удалось. Но теперь у меня есть о чем с вами поговорить. Обсуждать такие вещи, как «Рамочки с голубями портят ваши фотографии» или «Отсутствие вкуса портят ваши фотографии» мы не будем. Потому что моя цель не заключается в том, чтобы кого-то выстебать. По этой же самой причине я не буду брать чужие фотографии из интернета, чтобы там ничего ни у кого не порвалось, не возгорело. Я буду брать свои работы и портить их, показывая, что я имею в виду. Погнали! Первое, что портит ваши фотографии, это отсутствие текстуры кожи на портретах. Речь не о замыленных в ничто лицах, не об этом. О чрезмерном вылизывании кожи в стремлении сделать ее идеальной. Люди не манекены, их кожа не состоит из пластика. Она теплая, она мягкая, она собирается в складочки при скручивании или сжатии. Она имеет оттенки, ну то есть больше, чем один цвет. У нее есть поры, веснушки, родинки и еще куча разных замечательных вещей, которые делают ее живой. Нет ничего страшного в том, чтобы заретушировать пару прыщей или морщин. Но убирать что-то, что является частью индивидуальности человека, на мой взгляд, не нужно. Выглядит, наверное, так, как будто сидит телка, которая не умеет ретушировать, и просто адски завидует тем, кто умеет. Но нет. Я практически не трогаю кожу моделей не по той причине, что я не умею ее ретушировать. Я считаю, что маленькие или немаленькие несовершенства делают людей живыми и индивидуальностями. Чрезмерное увлечение обработкой также портит ваши фотографии. Вроде бы очевидно, что задрав насыщенность и контраст на фотографии, ты шедевром ее не сделаешь. Но в последнее время это словно бы даже какой-то тренд. Причем зачастую он идет в паре с предыдущим пунктом, то есть с пластиковой кожей. Еще добавляется засветка, контровый свет, типа солнышко вам в объектив заглядывает. И по какой-то причине иногда это еще и набирает кучу лайков и выходит где-нибудь в топ. Привет, 500pix! Ребята, пережаренные снимки не делают вас суперфотографами и не показывают, какой у вас высокий уровень мастерства. Скорее наоборот. Пережарить без меры снимок или просто захерачить первоглазный пресет может абсолютно любой человек. Который может быть даже совершенно никак не связан с фотографией. Для этого не нужно ни таланта, ни мозгов. А вот соблюсти баланс в этом как раз и есть мастерство. Третье. HDR. Да, в 2019 году он все еще существует. По какой-то причине. Конечно, его масштабность и насыщенность далеко не такие, как, например, 5 лет назад. Но стремление увеличить динамический диапазон все еще живо в нашем брате. Выглядит это обычно примерно вот так. Я не буду долго задерживаться на этом пункте. Здесь нечего рожевывать и долго объяснять. Вы сами все прекрасно понимаете. Ну и промолчать тоже было нельзя. Четвертое, что портит ваши фотографии, это дешевый и несоответствующий месту реквизит. Я не говорю о том, чтобы тратить на реквизит всю зарплату, жить в палатке во дворе и жарить голубей на ужин. Вы можете сделать офигенный фотофон из дешевых дисков по 5 рублей или дать модели кружку за 30. Вы можете снять прекрасный букет бесплатных полевых цветов в конце концов. Дело не в стоимости предметов, которые вы используете, а в их соответствии. Например, ваш снимок это красивая историческая стилизация или так называемый портрет вне времени. Модель сидит за дубовым столом, держит в руках глиняный кувшин. Из окна падает мягкий косой свет, в воздухе видна пыль. Идиллия, правда? Знаете, как ее испортить? Блеском полиэстера. В принципе, блеском любой дешевой синтетической ткани. Причем бывает синтетика, которая выглядит в кадре хорошо, вот примеры. Но бывает та, которая видна, что выглядит плохо, как ты ее не сними. Да, здесь мне все-таки пришлось использовать фотографии из интернета, но каталожка не в счет. Еще люблю, когда делают какую-то лакшери съемку, там в студии в Москва-Сити, берут всю такую сеху модель и надевают на нее какой-нибудь дешевый блестящий лифак. И вот прям видно, что он стоит 300 рублей. А атмосфера лакшери. Такие вещи портят снимки регаты. Фактически мы снова в какой-то мере возвращаемся к первому пункту. Текстура очень важна. И в хорошей фотографии она должна быть. Шероховатая бечевка, вязанный свитер, колосье пшеницы, замшевая куртка. Даже если вы не киностетик, это уже звучит для вас хорошо, приятно и уютно. Это и показываете в своих работах. И пятое, что портит ваши фотографии, это попытка закосить стилем или обработкой под другого автора. Я думаю, вам будет намного приятнее, если зрители будут узнавать вас как... Я думаю, вам будет намного приятнее, если вас будут узнавать, если у зрителей при взгляде на вашу работу будет реакция типа... Блин, это же Марина Коробкина! Это же роман Стольников! Но никак не... О, еще один чувак под сафи накосит! Я уверяю вас в том, что вы достаточно самобытны и талантливы, чтобы быть собой, а не очередной копией кого-либо. Следить за моими работами можно на моей странице ВКонтакте, в паблике ВК и в Инстаграме. Подписывайтесь на новые видео и жмите на колокольчик, потому что, учитывая периодичность, с которой я выпускаю видео, очень легко не заметить, что вышло новое. Лайк, если это видео было полезным. До встречи!